О-о-о! Ё-моё! Сразу флешбеки попёрли. Так, ладно, давайте вспоминать, на чём мы остановились. У нас есть действительно Салмир, который 17 уровня, и на следующий уровень он переходит, ну, не выше 20-го. У него ограничения есть. Задача в этой миссии... Красные гномы, големы-драконы управлять сложно. Бунт, бла-бла-бла-бла, отправил Салмира за огромным кристаллом Радуги. Он скрыт в древних руинах, где сейчас обитает нежить. Ага. То есть нам нужно... А, я еще там подкупил что-то гномов, выполнил квест. Где-то стенка была разрушена. И по сути у нас есть с вами два замка. Два замка. Где-то мы расстраиваемся, где-то мы не очень расстраиваемся. Здесь я, к сожалению, не смог справиться с птицами рух. Они слишком жесткие. Соответственно, джинов я накупить не смог. А тут десятки големов. Блин... Ну ладно, давайте вспомним, попробуем. Вообще мне по землю нужно идти. Но големов дофига. Драконов играет. Но у драконов свои плюсы есть. Так, и что мы заходим? Вы набрели на выщербленные ступени лестницы, уходящие в мрак. И во мраке том сотни скелетов свора... Блин... Ладно, сотни вроде как... Я стоял, прислонившись спиной к влажной холодной каменной стене, в то время как мои войска проходили вниз по узкому туннелю в подземный мир. Чтобы убить время, я отыскал записки базиласта и пролистал их до одной из последних записей. Входя в мрачное подземелье, я вспомнил свои битвы с бихолдерами, туннелей ужаса. И в то время, что я провел в пещерах самого Нигана или Нигона, шпионе для королевы драконов. Ага. Понятно. Немногие из мне подобных столь же опытных в общении с нижними мирами, как я. Немногие из мне подобных столь же опытные в общении с нижними мирами, как я. Пометка для себя. Я должен написать книгу о выживании в подземном мире. Возможное название. Пещеры, туннели и убежища. Ее еще одна книга советов по выживанию от базиласта. Продолжаю. Эти туннели ничем не отличаются от тех, что я изучил. Воздух здесь горький и влажный. А легкий ветерок доносит слабый запах тления. Возможно, это нежить. Или какой-нибудь древний дракон умер здесь. Пометка для себя. Подумать о смене партнера. Возможно, Холман хорош для выживания в диких местах, но должен же где-то существовать кто-то, кто, обладая теми же навыками, не имеет таких ужасных манер. Я посмотрел вверх, туда, где мой проводник Холман, зажав одну ноздрю пальцем свирепо, сморкался в другую. Как бы нетерпим ни был базиласт, в одном он был прав. Находиться рядом с Холманом было не очень приятно. Я уже забыл, кто такой Холман, если честно. Гиппогреев, здравствуй. Мика, еще раз привет. Вартилек, с уважением. Ах, это снова ты. Я пока не буду перезаписываться. Посмотрим, что. Во время короткого отдыха на марше я отвел Холмана туда, где никто не мог нас услышать. Я, наконец, закончил читать записки твоего партнера, сказал я. У вас должна быть стальная воля, ответил Холман. Одна из его последних записей весьма интересна. Послушай. Я отыскал загнутую страницу и прочитал. Этот лич называет себя королем Дрегаром. В каждую новую атаку солдаты-нежити идут с его именем. Моя собственная армия уже уменьшилась вдвое. Мы утомлены, напуганы и потеряны. С тех пор, как исчез Холман, мы не можем найти дорогу отсюда. Я посмотрел в глаза Холману и заметил в них тень вины. Куда ты пошел? Спросил я. Мы поссорились. Этот идиот хотел идти прямо к каким-то развалинам. Он считался неуязвимым, сказал Холман. Значит, ты бросил его и вернулся на поверхность? Не удивительно, что ты оказался единственным выжившим, сказал я. Нет, я не убежал. Я остался с ним, потому что считал его другом. Я убеждал себя, что мы неуязвимы, и мы вошли прямо в древний город. И что случилось потом? Сначала ничего. Город оказался заброшенным. Но мы догадывались, что что-то здесь не так. Мы встретили несколько небольших групп нежити по дороге, и они были слишком хорошо организованы, чтобы бродить здесь сами по себе. Мы были глупцами, прошли прямо к фонтану в центре города. Базиласт был в восторге от огромного кристалла, того самого, который он назвал радужным кристаллом. Запись Базиласта о кристалле коротка. Он описывает переливающиеся цвета, его красоту и магическое свечение. И это все, сказал я в надежде, что Холман сможет что-то еще добавить. Возможно, после этого у Базиласта не было больше времени, чтобы писать. Видите ли, радужный кристалл уже начал действовать на вас, даже до того, как мы вошли в город. Неожиданно мы были атакованы со всех сторон, это было ужасно. В одно мгновение мы были одни в тишине, а через мгновение армия нечисти уже была среди нас, атакуя. Это был страшный хаос. Они были невидимы? Не думаю, сказал Холман. Их было слишком много. Я думаю, кристалл радуги сказал нам, что их там не было. И мы просто поверили. И в этом хаосе я бежал. Базиласт командовал войскам выстроиться вокруг фонтана, взяться за руки, чтобы защитить этот чертов кристалл. Он был придурком. Поэтому я бежал так быстро, как мог. И я не раскаиваюсь в своем решении. Если бы я остался, я был бы уже мертв. Это бы ничего не изменило. Все было безнадежно. И я понимаю. То есть кидал он, да? Кидал он. Просто кидал он. Так, свором волшебников это довольно серьезные товарищи. Если бы у меня были големы... Мне кажется, я наконец понял, зачем моему господину кристалл радуги. Видимо, дело в магической силе, которая позволяет гипнотизировать большие группы. Если я не ошибаюсь, король Лич, Дрегар, использовал его в случае с Базиластом. И все думали, что город пуст, в то время как там была целая армия нежицы. Даже когда они поняли, в чем дело, Дрегар сумел с помощью кристалла сдерживать Базиласта до тех пор, пока не стало слишком поздно. Если мой господин сумеет получить такое устройство, он сможет использовать его, чтобы управлять красными гномами и, соответственно, големами-драконами. Мне кажется, маги меня... Опа! Ушатана. Собрали ртуть, ресурсы. Может, и не нужна мне такая... Ну, тратить армию на того упыря, правильно? Это же возможно, возможно. Вот, проходим, пожалуйста. Ой. Так, но здесь не так много народу. Я, правда, не вижу... Может, это я не вижу, что в замке? А давай. Если бы меня не предупредили о гипнотических свойствах кристалла Радуги, я мог бы не почувствовать, что в моем разуме начался легкий беспорядок. Стой! Крикнул я своей армии. На нас вот-вот нападут. В этом я был уверен. Повернувшись к войску, я сказал. Пусть каждый повернется лицом к солдату, который стоит справа. И все-таки сразу такие, влево-право. Как на физре. Отлично. Теперь он должен ударить его по лицу. Надо! Мне пришлось пригрозить им виселицей. Как сурово, ребята. Не хотели... Воины не хотели друг друга по лицу ударить. И только угроза смерти. Вот это да. Настоящий командир. Только тогда они подчинились приказу. Потом я сам ударил себя по лицу. Так сильно, как только мог. Сквозь слезы. Не реви. Заславшие мне глаза, я увидел, что на меня бежит. Нет, летит вампир. У атаку! Закричал я. У атаку автобой. Автобоя нет. Автобой сработает вообще здесь изи. Сейчас покажу. А зачем тогда жирный герой, если вот это реально будет главный? Ну, не изи, конечно. Но 20 уровень максимальный уже. Ладно, давай шарм. Все, максимум. Я хотел знать наверняка, что король Дрегар и его покойники уничтожены. Вот тоже не понимаю, где баланс. Нам дают героя в левом нижнем углу, который на две головы сильнее, чем вот этот вот. И приказал своим солдатам бросить их тела в огромный костер, пылавший на окраине города. Несколько гномов в то же время старательно вырубали кристаллы с фонтана, украшавшего городскую площадь. Даже когда никто не управлял им, кристалл был способен обратить свою волшебную силу на неосторожного. Наверное, именно поэтому король Дрегара и его несчастные последователи старались защищать Кадоев даже тогда, когда сами были мертвы. Я следил за тем, чтобы такого не случилось с моими людьми. Чуть или не каждые пять минут они впадали в ступор. Мне приходилось бить их по лицу и напоминать, что здесь командую я. И хорошо, у нас еще халфлингов нет, например, с гномами. А то был бы косарь халфлингов, и каждому, представляете, подходят командиры по лицу. Затем ко мне подошел один из полуросликов-разведчиков. Он только что вернулся с задания. «Мы последовали за нашим провожатым до самой поверхности. С ним все в порядке», — сказал полурослик. Холман покинул нас незатолго до битвы опять с королем Дрегаром. Видимо, у него был прекрасный инстинкт выживания. Но бизнесменом он оказался никудышным. Он забыл взять свое жалование. «Вы оставили золото там, где я сказал?» — спросил я. «Да, господин, мы закопали его в снег, а рядом разожгли костер. Дерево взяли влажное, чтобы дыма было побольше. Надеюсь, он заметит дым. Если он не заберет золото до того, как мы выйдем на поверхность, поделите его между солдатами. Они это заслужили». «Спасибо, господин», — ответил полурослик. «Мы нанесли путь наверх на карту, как вы просили. Теперь мы точно не заблудимся». «Отличная работа», — сказал я. Гномы опять встали. «Побьешь их за меня?» — у меня уже рука болит. «Блин, вот опять баланса никакого. Просто никакого». «Однажды мне пришлось судить солдата, который вырезал и спалил целую деревню». «Он утверждал, что невиновен, поскольку действовал по приказу своего командира. Я все равно осудил его. Все люди должны отвечать за свои действия. Ему не следовало выполнять приказа, точно так же, как мне не следовало подчиняться своему господину». «Прошу прощения. Я не знаю, почему здесь в игре так громко все, но извиняйте. Не ори на меня». «Да-да-да, и тут я проснулся». «Так, условия победы. Победить героя лорда Лендрю. Потерять Эмилию». «О, Эмилия возвращается к нам. Найтхевен. Та самая такая. Ой». «Сложность ученик. Мы все учимся, оказывается. Эмилия Найтхевен и генерал Тарх переходят на следующую. «Максимальный уровень ваших героев. Тридцатый. Да максимум качаем». «Погнали». «К моему величайшему удивлению, я получила три донесения из разных источников, в которых говорится, что один из самых преданных моих последователей, лорд Лендрю, поднимает против меня войска». «Ой». «Оптел говорит, дело в том, что ты крутишь... что ты крутишь в лем-углу». «Герой был нейтральный, армии у него растут сами, квестовый был компом». «А, они так быстро растут войска. Понял, понял. Проблема в том, что я кручу». «Я несколько раз пыталась узнать, в чем дело, но ни один из моих гонцов не вернулся. Я опасаюсь самого худшего. Я по-прежнему представить себе не могу, что заставило лорда Лендрю поднять против меня оружие. Несколько раз мы обедали вместе. Он даже больше, чем другие, верил в то, что великому Аркану мы необходим порядок и справедливое правление. Вот тебе и ответ». «Он поклялся служить престолу и мне до последнего вздоха. К тому же он так красив, обаятельный, дружелюбный. Я надеялся, что мы сможем снова пообедать вместе, когда кончится вся эта история с королем Магнусом». «Слушайте, наша деваха то за джином приударяет, то какой-то у нее там генерал, лорд Лендрю проявился. Покушала и все, и растаяла. «Теперь мне говорят, что он предатель, и мой смертельный долг – овраг. Как это могло случиться?» «Как это могло случиться?» «Я не понимаю». «О, перчатки всадника сразу же». «Артефакт дает герою 25 единиц передвижения по суше». «А где Тарх? Тарх сидит в городе». «Нет, Тарха нет». «Эээ!» «И карта здоровая просто! Вы посмотрите на минимапу!» «О-о-о-о-о!» «Ой, ладно, захватываем шахту». «О, я пришла в эту область Великого Арканума, чтобы пролить свет на загадочные обстоятельства, сопровождающие невероятное предательство Лорда Лендрю. К сожалению, никто из благородных властителей этих земель не смог объяснить, что привело к этой внезапной перемене в его настроениях. «Он предатель, моя королева. Именно в ту минуту, когда вы готовите восстановить нормальный порядок вещей, Лэндрю пытается все разрушить. Он ничем не лучше, чем пираты и разбойники, опустошающие эту землю... Опустошавшие, извините, я оговорился, эту землю раньше», заявил лорд... Ай, это лорд Оливер, это не Тарх, говорит. «В своей обычной напыщенной манере». «Я не думаю, что нам стоит заходить так далеко, Оливер». «О, там леди Миранда еще какая-то». «Нам следует зайти гораздо дальше», — вскричала леди Миранда. «Лэндрю следует вздернуть на виселицу». «На виселицу?» Что за русский? «Вздернуть на виселице. Это послужит уроком тем, кто пытается угрожать нам в будущем». «Нет, я не думаю, что нам следует заходить так далеко. Лэндрю был преданным другом. Он имеет право на наши сомнения. Хотя бы до тех пор, пока я не узнаю, зачем он собирает армию». «Оливер и Миранда не желали ничего слушать. Они вернулись в свои земли, чтобы собрать собственное войско и лично доставить мне голову Лэндрю. В сущности, мне не в чем их винить. Они, как и я, чувствуют, что их предали. В такое время самое главное — не поддаваться гневу». Вообще никакой иерархии. Она же вроде тут самая главная, нет? Они не стали меня слушать. Они пошли собирать каждое войско. Так. «Из-за них мне пришлось разделить свою армию. Прежде чем Оливер и Миранда доберутся до дома, мои войска задержат их и заключат в тюрьму до тех пор...» «Что?» «Прежде чем Оливер и Миранда доберутся до дома, мои войска задержат их и заключат в тюрьму до тех пор, пока это все не кончится. Это оставит их земли без властителей, но я просто не могу позволить им начать войну с Лэндрю, пока я не выясню, что случилось на самом деле». «Ой, Лэндрю должен оставаться в живых до тех пор, пока я не узнаю, что заставило ее обратиться против меня. Я должна понять, чем вынудило его так резко изменить свои отношения ко мне. О, в такие минуты я бы предпочли по-прежнему оставаться простой ученицей алхимика». «Триамс, привет!» «Выдают им фывоза, не послушая, ничего не понятно». «Да, но как-то они очень быстро как бы разбежались по своим делам. Типа, мы не будем подчиняться, мы... Так, кошель золота. Кошель золота – это приятно. Деньги я не трачу, восстанавливаю сейчас маны. Восстановили, да? «Сегодня мой военный советник Тарх притащил ко мне какого-то оборванца». «Он рыбак, и ему нужны деньги! Он может рассказать что-то интересное», объявил Тарх. Он подтолкнул моряка вперед. Рыбак упал на одно колено и склонил голову. «Я счастлив, моя королева!» «Пожалуйста, встань!» «Ты рыбак?» «Сказал я». «Рассказывай, да побыстрее!» рявкнул Тарх. И рыбак рассказал мне, что однажды он задержался в море допоздна, поскольку день был неудачный. Он увидел, как два джина тащат над океаном молодого человека. «Молодой человек, пройдемте». Это было странно само по себе, но потом он заметил, что руки молодого человека связаны за спиной. «Он был их пленником!» «Странно», — сказала я, — «я не приказывал никаким джинам лететь над океаном с пленником в руках, насколько я помню». «И куда же они направились?» — спросила я. «Я следил за ними до самого острова Асп. Я бы попытался спасти парня после того, как они уйдут, но там нельзя пристать ни на лодке, ни на даже корабле. Там нет ничего, кроме скал», — сказал рыбак. «Я приказала одному из слуг заплатить рыбаку, когда он ушел». Я повернулась к Тарху, который стоял в глубокой задумчивости. «Как думаешь, кто унес пленника на остров Асп?» «Да два джина же, алло», — спросила я гнома. «А разве не мог любой это сделать? Лендрю, Оливер, Миранда, Спрайт и даже Магнус?» «Хотя я бы поставил на Лендрю», — ответил Тарх. «Я тоже, но почему?» — сказала я. «Затем, никому не обращаясь, я добавила». «Думаю, мне следовало бы поговорить с этим молодым человеком». Она все молодых людей ищет. Так, давайте попробуем... Восстановили его сейчас вот ману и попробуем сейчас забрать вот этих вот магов. Я не знаю, с кем лучше их забрать. «Сегодня в полдень на привале мы с Тархом сели, чтобы обсудить действия врага». «Капитан Илэндрю старается захватить как...» «А! Капитан Илэндрю старается захватить как можно больше земель. Но они не слишком следят за тем, чтобы на них оставались гарнизоны. Похоже, они больше пекутся о том, чтобы захватить территорию, чем о том, чтобы ее удержать. Этим можно воспользоваться», — сказал Тарх. «Что насчет городов и деревень, которые он уже захватил? Как он обращается с населением?» Причем ответит, Тарх сплюнул. «Лэндрю швыряет всех в тюрьму». «Откуда у них столько тюрьм?» «А для тех, кого швырнуть не может, он заковывает в цепь и заставляет работать на полях и в шахтах. Он ничем не лучше обычного рабовладельца». «Все равно мне было трудно поверить, что человек может так быстро измениться. Да еще без всякого предупреждения». «Мы должны положить этому конец, Тарх. Но какие бы преступления не совершил Лэндрю, я не хочу, чтобы его просто взяли и убили, когда в этом нет необходимости. «Ты меня понял?» — сказала я, зная, что мой военный советник, так же, как и благородный Миранда и Оливер, полный ненависти к Лэндрю. Какая у нас все-таки девочка наивная, а? Там людей казнят, швыряют в тюрьму. Но я должна понять, а чего он расстроился так? Ну а че он? Макер, знаешь, что из-за бага в русской версии генерал Тарш отсутствует в миссиях? Да-да-да. Как исправить лучшим? Сейчас у меня ни одного героя нет. Игра-за что? Простите, ребят, простите. Нет, героя все равно нет. Прошлой ночью я проснулась от ощущения, что кто-то коснулся моей щеки. Вау! Но в комнате никого не оказалось. Сон. Но собираясь заснуть, опять я почувствовала, что у меня на коленях что-то лежит. Это было письмо, запечатанное попугайчиком из голубого воска. То есть попугайчик такой прилетел, такой... Так, ладно. Странно, но я очень обрадовалась. Я давно не получала новостей от Салмиры и скучала по нему, как будто он был моим другом. Я зажгла свечу, вскрыла письмо и начала читать. Прекрасная королева Эмилия. Только из уважения к тому, что нас связывало в прошлом, я умоляю вас уступить великий арканум моему повелителю, Гевину Магнусу. Или, по крайней мере, бежать подальше от его границ. Я знаю, как трудно поверить, что такие слова могут сорваться с моих уст, но знайте, Салмирн Ибн Вали Барат не более принадлежит себе его господин Бессмертный Король. А, более не принадлежит себе. Я рассказал бы больше, но мои уста запечатаны клятвой. Молюсь, чтобы мы больше никогда не встретились. На этот раз я говорю от всего сердца. Салимр Ибн Вали Барат. Вали, Барат! Че ты лезешь? Ах ты, подлец! Четырех джинов мне разуплотнил. От гад, а! От гад! Нет, ну это, ну это не честно. Черт, я не сохранился еще! Ладно, друзья, это отличный повод закончить трансляцию. Спасибо большое за то, что смотрели. Сегодня закрыли четвертую миссию, перешли на пятую. По карте половинку где-то пятой миссии открыли, но я думаю, что по прогрессу где-то... Спасибо, друзья, что смотрели. Увидимся с вами завтра ориентировочно где-то днем.